Основная задача сегодняшнего экологического сезона Джантосова Зарина Алиевна, Маккейна Росественного наук, доцент кафедры наукам истории в Центральной Азии и Барказе, Санкт-Петербургского поисковского университета. Вся тема доклада изучения истории Казахстана в контексте общего растоповедения. Зарина Алиевна является соисполнителем темы, которые по отделу среднего тренинга истории Казахстана я думаю, ее идеи, опыт Петербургской школы, я знаю, что будет там всем. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Я, конечно, стараюсь, я рада, что вы слушаете, мне очень приятно. Потому что для меня так много, спасибо. Я работала, ее основное занятие это преподавание, я преподаватель, большим стажем. И работаю на Восточном Аккунтете Санкт-Петербургского университета, где я учусь, что там преподаваю. Восточный Аккунтет Санкт-Петербургского университета, это очень древнее учреждение, в котором хочется стать детестями. То есть школа Востоковедная, Санкт-Петербургская, благодаря давности лет и крупным именам, является очень авторитетным. И соблюняется в авторитет даже сейчас, хотя в постсоветский период положение нескольких раз пошло. Тем не менее, определенные уровни, конечно же, в Сланку, восточный санкт-Петербургский университет и до настоящего времени. И в этом смысле, я здесь использую не только Санкт-Петербургской, как и в среду школы, а и в Санкт-Петербургской. Это школа, за которой есть. Вопрос, о котором я сегодня хотела рассказать, это вопрос о изучении истории Казахстана в контексте координатах Востоковедения. Вопрос, который стал как проблема передо мной, когда я приехала сюда. Вот сейчас, в этом году, потому что до этого времени, находясь в условиях Петербурга, мне было более-менее понятно, что и как, и каким образом Казахстан, история Казахстана, изучается в рамках Востоковедения. Так как в России и во всем мире это именно так и происходит. То есть Казахстан изучается как часть Востока Востоковедения. Ну и, разумеется, также смешанными дисциплинами, которые так и на те примыкают к Казахстану Казахстану или истекаются. Здесь, в Алмате, я оказалась тоже на настойшем факультете. И там, как оказалось, Востоковедение совсем другое, как будто это другой мир. И Востоковедение, которое занимается специальным мнением проблемами и другим регионом, чем Востоковедением и детологиями. И, в частности, из Востоковеденных графиков и из таблиц Казахстан, конечно, исключен. То есть Востоковедение в Казахстан не изучается. И не только Казахстан, но и соседние страны, высшие, называемые Средней Азии, не изучается отдельно на Востоковедении Казахстанской области. То есть изучается только так называемая дальний зарубежник. Какой подход? Это подход, на самом деле, и теоретический, и методологический. То есть исключение целого, огромного региона из, как сказать, штатного расписания. При этом на факультете, разумеется, изучаются те восточные языки, на базе которых, на самом деле строится исследование Центральной Азии. Но, так сказать, беседы не только с студентами и преподавателями, и только с ученными этими студентами показывают, что совершенно очевидно, что и Казахстан, и Казахстан, и Казахстан, и Казахстан, и Казахстан. Поэтому возникла такая проблема, которую я построила, например, правомоцами вообще, на самом деле, изучать такие территории, как Казахстан, ограниченные территории в рамках традиционного востоковедения. Или это вопрос сугубо политический. И, скажем, исключение, Казахстан из востоковедной системы обусловлено только политическими фактами, тем, что, условно говоря, выбор не может получаться на себя. Это занятие их теологом. Но, на самом деле, мой ответ как раз, опять-таки, поскольку я представляю ответ на эту слову, то, что исключать нельзя. И то, о чем сейчас буду говорить, это я постараюсь как-то подтвердить или каким-то образом доказать, показать то, что востоковедение и казахстанистика это не взаимосвязывающие вещи, в том числе, если находиться в Казахстане. То есть, не только взгляд со стороны. Почему взгляд со стороны? Востоковедение изначально, вы знаете, конечно, рождалось как колониальная наука. Востоковедение родилось из практических потребностей в свое время. И было очень тесно связано с колониальной захватой мира. И родилось оно, прежде всего, в Великобритании. И потом это было в отватиных временах и странах, которые сталкивались со странами Востока. Но колониальная политика и колониальные потребности, и потребности колониализма, так сказать, они не были единственным источником востоковедения. И, более того, далеко не единственным источником востоковедения. На самом деле, было бы совершенно нелегко, неправильно сводить все востоковедение к практике колониализма и потребностям колониализма. То есть, к утилитарным потребностям колонизаторов. Будь то британские, российские, французские или какие-либо колонизаторы. То есть, Востоковедение, будучи тесно связанными с своей разведкой, и с администрацией колоний, на самом деле, имело и другие источники, которые не имеют отношения к вот такого рода вещам, как, так сказать, канонизаторство и потребности к европе. О чем идет вещь? Я тоже теоретически наука развивавшаяся и развилась к XVIII веку настолько, что стало совершенно очевидно на Западе, что Восток имеет свое особенное лицо и свой особенный путь, и свой особенный мир, который не может изучаться так же, как изучается Запад. То есть, и чем дальше, тем больше Восток воспринимался Западом, как вот такая некая загадочная и очень комплексная, очень комплексный объект, загадочный и комплексный объект, сложный объект, который, подходить к которому с обычными рамками той науки, которая была к тому времени на Западе, нельзя. То есть, это вызвало много очень таких вещей, которые связаны с ориентализмом, с ориентализмом, это некоторая мистичность появлялась в отношении к Востоку, как раз в основном политике. И мистичность, 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 это прямо противоположное тому, что является практикой практического колониализма или военной разведки, военной разведки не может быть мистика, как правило, то отношение к Востоку, как к такой загадочной глыбе, вызвал огромный интерес уже в XVIII веке к таким особенностям Востока, как, например, восточные религии или восточная философия или восточные общества, которые, будучи как бы отстранными с точки зрения европейского прогресса, в то же время были абсолютно самодостаточными и при ближайшем рассмотрении как бы сторонились прогрессом. И те, соответственно, колонизм, который шел, можно так сказать, всегда рука в руку с колониальной модернизацией, колонизуемых стран, а модернизация – это есть такой прогрессистский настрой, пускай и с мессианским филом, да? Но, несмотря на это, вот именно изучение и постепенное изучение по XVII веку вот этой мистической глыбы, которая связана была с религией, с философией и другими такими очень труднопознаваемыми, на скобку непознаваемыми вещами, было ясно, что невозможно подходить к этой системе. Вот с точки зрения той прогрессистской филы, которая в том времени побеждала на Западе. То есть Восток в этом смысле требовал подходов совершенно отличающихся. И вот в практике, так сказать, военных разведчиков или колониальных администраторов требовал изучения тех вещей, которые, посреди которых для того, чтобы в этом хоть немножко разобраться, нужно посвящать всю свою жизнь. Ну, например, китайской философии или буддизм, или еще чего-то такое. И здесь Востоковедение сразу привлекло лучшие умы тому времени, конца XVII и начала XIX. Лучшие умы, то есть блестящие коммунитари, интеллектуалы, лингвисты, филологи, которые действовали в ту эпоху, они были привлечены для расшифровки и введения в научный оборот огромного, гигантского комплекса так называемых исторических источников. Но это были, конечно, не только исторические источники в прямом смысле слова, то есть летописи, всевозможные хроники и так далее, и так далее, а широкий спектр, которые были признаны каким-то образом, которые были признаны помочь понять вот эту загадочную глыбу. Причем, повторяю, такую глыбу, которая не воспринималась как часть запаха. То есть с самого начала шло противопоставление. Западность, его очень четкой системы, восток, в котором это не было. Ну, возьмем, например, теорию Маркса. Теорию Маркса, которая была построена целиком как раз в середине XIX века. Я приведу историческую историю Маркса на так называемой смене информации, да, которую Маркс изучал на основании изучения истории именно Западной Европы. Как только Маркс коснулся, и он, как интересно, создал так называемую пятичленную схему перехода от первокновщинного строя к капиталистическому, через армоплогический и феодальный строй, и дальше к теоретически возможному социализму. Как только Маркс столкнулся с восточным материалом, он сразу понял, что схема, которая так прекрасно ложилась на западный материал, на западный исторический материал, это хорошо ему известно, что на Востоке эта схема никак и не работает, никак и не играет, и, следовательно, он ввел такие на тот момент новые и теоретические дискуссионные положения, скажем, о азиатском способе производства или о восточном деспотизме как особой пути – Восток. И, соответственно, лишь подтвердил то, что у Востока свой собственный путь, если даже тот путь, который человечеству был, так сказать, вроде бы так ясно и только намечен в его теории, с Востоком этот путь и эта схема почему-то не работала. И это же касалось и многих других теоретиков и ученых, которые работали в Европе и затем в Америке, в Эдактырии. То есть вот такая особость, особость превосхода в этом путь. Теперь, это вот, что такое Востоковедение? Потому что если мы говорим об этом, можно ли изучать историку Казахстана в рамках Востоковедения, то нужно сначала понять, что такое Востоковедение. Востоковедение в узком плане часто понимается как изучение источников на восточных языках. Так называемое практическое Востоковедение, то самое Востоковедение, которое выросло из колонизаторской практики, оно никуда не делось, оно не исчезло, оно существует и до настоящего времени. И примерно две трети выпускников Восточных факультетов по всему миру занимаются практическим Востоковедением. То есть работают в различных организациях, начиная с дипломатических, ну включая военные, спецслужбы и так далее, которые занимаются примерно тем же, чем занимались их предшественники на протяжении всего 19 века. Это практически эксперты по Востоку, которые занимаются применением своих знаний на практике, и, прежде всего, знаний восточных языков, ну, живых, современных восточных языков. Ну, я не буду говорить о тех никак восточных факультетах нашего Петербургского Восточного факультета в частности, которые вообще уходят из Востоковедения, но те, кто не идет в практическое Востоковедение, они идут в науку. Наука в последнее время, в последнее время, это примерно полвека, ну, может, с каким-то особым упором на последние 30 лет. Никак не связана с распадом Советского Союза эта нотировка. Востоковедение изменило свое лицо, опять-таки повторяю, еще тут было теоретическое. Изменило свое лицо. Очень тесно, начав очень тесно соприкасаться с самыми разными дисциплинами, с которыми оно раньше не соприкасалось. Почему? Потому что в какой-то момент, вот как раз в полусалительном Востоковедении, это некий кризис. Этот кризис был связан с крушением колониальной системы мировой. И как раз с выходом бывших восточных обществ на путь абсолютно самостоятельного развития. Ну, абсолютно самостоятельного, если вы можете сразу повторить, что бывают скрытые формы колониальной зависимости. Ну, мы говорим здесь, в данном случае, о состоянии мусколониальной, которое приблизительно равномерном состоянии, в котором сейчас находится колониальная. Это было во всех странах. В Индии, в арабских странах и в местах. во всем условном мире. То есть, стало вопросом, насколько может дальше продвигаться изучение Востока как особых восточных обществ, насколько оно может дальше продвигаться без каких-то кардинальных изменений в своих подходах. Эти изменения будут стали происходить. Ну, на шкипку Востоковение тесно переключается в полутора десятков обществ. То есть, это очень... Я сейчас переключаю и пересекаю об этом. Но применили приказы об этом тоже применили к наставнице, чтобы стало понятно, о чем речь. И эти науки... Это называется интердисциплинарным подходом, конечно. Но я, так сказать, хочу на примере, на конкретном примере показать, что это такое, о чем идет речь. И в этом смысле Востоковедение, с одной стороны, оставаясь и базируясь на изучении личных источников на восточных языках, при этом тесно пересекается и перекрывается вот этими очень много дисциплинами. И я назову тут, допустим, 10 или 15, вы можете назвать, наверное, еще раз больше, потому что это... Ну, начнем с географии. Первая такая дисциплина, которая переклетается сильнейшим образом с нас на колене, это география. Как же, что такое география? География — это, так сказать, понятно, что такое география, да, или география — это школьные предметы. Но сама по себе географическая наука тоже переживает очень странный, очень такое мощное развитие в последнем мире. А в географии появляются все новые и новые направления, которые как раз подходят близко к Востоковедению. Вот, исходя из Казахстана, например, в чем особенности Казахстана, как страны и как объекта Востоковедения? Особенность Казахстана в том, что Казахстан принадлежит одновременно и Европе, и Азии, и Застопы, и Западу. Казахстан — это пограничная территория, но границы Казахстана — это не какие-то маленькие или четко определенные границы. Это не так называемые естественные границы. Ну, естественные границы можно найти, допустим. Ну, не знаю, Каспийское море, или можно создать естественные границы. Ну, это может быть единственный участок, где граница выглядит вот такой, четко обрисованной из-за физических и географических причин. В принципе, для Казахстана характерны очень открытые границы во всех направлениях. А это делает Казахстан таким, ну, по-английски есть такие слова, бордерланд. Бордерланд или фронтир. Ну, это примерно одинаковое понятие, но только фронтир носит в себе вот такой военный, да, все-таки военную ассоциацию вызывает бордерланд. То есть, страна-граница, то есть, когда вся страна целиком является границей, а при этом масштабно страны, да? И вот это огромное пограничное пространство с разметными границами, оно определяет, в первую очередь, вот это положение Казахстана необычное и требует учитывания, прежде всего, географического фактора в подходе к изучению казахстанской истории. То есть, это фронтир или стык, но это ведь стык, а стык чего? Это стык или граница леса и степи, правильно? Это граница степи и пустыни, пустыни и амазица, степи или пустыни и города, степи и гор. То есть, Казахстан это страна географических оппозиций, и эти географические оппозиции, в свою очередь, рождают определенную специфику, которая проявляется, скажем, в неоднородности и не только исторического пути развития тех временных казахстанских территорий, но и в том, что они по большому счету, так сказать, это макро-уровни, могут относиться к разным сферам и изучаться, так сказать, с разных стран, с других стран. Понятно, что изучение городской или оседлой цивилизации, да, оно не может произойти так же, как происходит изучение кочевой цивилизации. И те части, например, Казахстана, которые применяют кассивные регионы макро-нафро, они, соответственно, в большей степени подходят к той, так сказать, мусульманской цивилизации, которая описывается, вот, координаты воскновения очень хорошо и не ложится, и не давно изучалось воскновение. Но, тем не менее, это, опять-таки, открытая граница, где переходы являются очень тонкими и размытыми, их невозможно уловить и прочерчить, невозможно установить границу, что вот здесь качается светлая цивилизация в Средней Азии, а здесь начинается качевая цивилизация в Казахстане. Такого, это невозможно произойти. То есть вот эти оппозиции, они в то же время являются присутствуют и деминируют, и детерминируют даже, так сказать, всю эту границу в виду, и существуют даже в народном сознании, в любом сознании, как оппозиция Гарайский, они, тем не менее, на самом деле, трудно читаемые и ненавидимы. Это такой вот здесь. Теперь, вот это разомкнутое пространство Казахстана с разомкнутыми границами, оно открыто и западу, и востоку, как я сказала. И в этом смысле, причем открыто востоку, как мусульманскому востоку, так и востоку Восточной Азии, востоку глубинных районов Центральной Азии, внутренних районов Центральной Азии и Китая. И что, соответственно, делает, если смотреть на глубинные районы Центральной Азии и Восточной, и глубинные районы Центральной Азии, то есть Южная, и так как правый год, который восток, то здесь Казахстан является такой вот расширенной границей этих абсолютно наследственных территорий. Интегральный часть России. Теперь, исходя вот из этого географического принципа, да, можно сказать, что в исторической перспективе назад, да, в исторической перспективе, Казахстан, безусловно, имеет значение того, который связан и с восточно-азиатским миром, и со среднеазиатским миром, совершенно неразрывными, неразрывными имзами, поэтому изучать его отдельно невозможно. Но здесь состоит вопрос, востоковедение сейчас занимается не только среди некой, или древности принимается и новое время, и новейшим древним, и является ли в этом плане Казахстан с его географией является, и он интегральной частью Востока. И с этой точки зрения, например, западных вопросов, опять-таки, таков, что да, но, любопытно, что на Западе, изочинительной Средней Азии, вот, выделение в отдельную, в Центральной Азии в отдельный регион, и изочинительной части этого региона, как объект изучения, оно тоже шло двумя путями. Один путь это был со стороны востоковедения, а второй путь это был со стороны салитологии. И после того, как салитология, так сказать, закончилась, вот, целая часть, большая часть салитологов перепонтифицировалась в управдовую, ну, то есть в Востоковедении. И это как раз слабое место, вот, тех исследований, которые ведутся по Центральной Азии на Западе, вот, потому что, как раз-таки, меньший процент востоковедов среди западных специалистов по сравнению с бывшими салитологами, он заметен на характере, и они не только, не только их, как, не только их работа, но и их учеников, потому что они, эти бывшие салитологи, они создают магистерские, кандидатские или там докторские диссертации темы своим ученикам, и, соответственно, создают эти темы, по которым происходит изучение Центральной Азиатской региона и Генназарской, посвященном, то есть, салитологические, всевозможные исследования, которые сейчас ведут в плане постсоветского и постполагентального института, они имеют малое или вообще слабое отношение к востоковедованию. А там, где этим занимаются востоковеды, там работа приобретает совершенно другой характер и является более, конечно, значимым. Вернемся, значит, к этим темам, связанным с науками, которые применяют востоковедов. Значит, география Казахстана, это вам поделиться больше, чем мне, конечно, география Казахстана, то есть, салитное пространство, степь, определяют, ведь не только разнуютность, границ, открытость. Цивилизационный характер, это значит, что цивилизационные особенности казахов, как кочевого народа. То есть, ну, и об этом, естественно, существует масса книг, вам хорошо известных, о том, что история Казахстана, и теперь в истории кочевников, и здесь существует особая цивилизация, как-то, кочевников, да, кочевников, казахов, как кочевников, кочевников, как казахов. То есть, такой цивилизационный подход, он очень распространённый и популярный. И он, опять-таки, детерминируется географической степенью, такой подход. То есть, кочевники, намады, пасторалисты, то есть, пасторалисты на спортоводы, которые не просто сумели освоить эти оливные пространства, единственным возможным, вероятно, способ. Но и не просто освоить. Вы знаете, говоря о освоении Антарктики, освоении Арктики или Антарктики. Можно освоить Арктику, Антарктику, или там полосу-су-домал. Это одно, да, это построить там пышку, или хотя бы там нефти, и так далее. А другое дело жито. Так вот, казахская кочевая цивилизация, она не просто освоила, хозяйство. То казахская это были предшественники на этой территории. То есть освоение кочевиками этой территории происходило, конечно, не сразу, а долго и давно. Так вот, эти бескрайние пространства были сделаны, превращены не просто покоренную, покоренную полпустыню, не просто посвоили полпустыню, они стали опять-таки, они стали собственным доменом кочевика, их местом их господства, их родным домом, если хотите, средой естественного обитания. Естественного обитания это значит, что как бы это не воспринималось уже на протяжении многих годов как экстремальное условие, а воспринималось как естественное условие. То есть в этом смысле для любых внешних пришельцев условия жизни принимались как экстремальные и продолжались как экстремальные. Тогда как для кочевнической цивилизации прото-тюр, потом тюр, и казахов, до-про-тюр, вероняхов, иранцев еще эти пространства повторяю, были естественны святое питание, а не чем-то экстремальным. И в этом смысле мы здесь выходим на что? На другую дисциплину, которая тесно соприкасается с восстоковением, а именно к учебникамедине или на модистику, на модологию, которая соответственно вытекает из вот этого цивилизационного диспанса, о котором идет в речи. Вот. Дальше. При отсутствии сугубо казахских городов, при отсутствии казахских городов, и при так сказать том относительно незменном хозяйственном дурном птике, при том относительно незменном на протяжении многих, многих веков способствия производства, которое существовало в катейническом обществе, Вот. История казахстана, вы знаете, представляется не только историей вот этого такого константного наследства качельнического общества, но и, прежде всего, еще историей казахов, как народа. То есть, история казахстана, как история казахов. И таким образом мономатистик выводит уже на этническую историю, которая, соответственно, является тоже абсолютно неотъемлемой частью Востоковения. Почему? Потому что ведь что такое юрт, юрт, журт? Это и область кочевания, и субъект кочевания. И в данном случае, когда мы говорим о качельнической цивилизации, территория и люди становятся тем дальними. И в этом смысле изучение истории территории становится изучением истории людей, истории народа. развиваться. То есть, происходит это, естественно. И вот, я немножко сокращаю, я вот что-то зашкариваю немножко на самом степени. Так вот, историческая аналогия и этническая история. Занимающие историей восстановления существовали или там бытования этносов. Исчезновение одних этносов, ныне уже не существующих, но бывших предшественников нынешних, ныне существующих этносов. А также занимающих инвестором других, может быть, ныне существующих этнических групп или этносов. Это область на самом деле этнической истории или исторической науки. Область условная. Это область, в которой очень много гипотез, догадок, а также спекуляций. Так как идет речь о достаточно немаловимом таком материале. и скудный материал. И здесь, как нигде, очень много субъективных натяжек в этом аспекте что-то происходит. Так вот, выводы исторической технологии обычно основываются на данных каких-то вспомогательных технологиях? Ну, археологии, то есть археологии, различия, культурной антропологии, антропологии просто, антропологии, далее данных вспомогательных дистрибин. Но главным образом любые теоретические построения в области исторической технологии или этнической истории строятся на данных письменных источников на восточных языках, то есть применение к этому региону. То есть здесь востоковедение является одним из самых надежных по самом деле. Востоковедный факульт является наиболее надежным и более надежным методом для решения этих очень сложных и повторяю очень трудно решаем без субъективных натяжек проблем. Без данных восточных источников даже самые простые упрощенные схемы выглядят притянками за уши. Потому что история казахов как нынешних уже на протяжении многих последних веков обитателей этой казахстанской степи или тазарской сейчас обитателей степи конечно включают в себя очень много этапов начиная с индоевропейского или индоарийского этапа иранского этапа и туркского этапа и так далее самые упрощенные степи и конечно вопросы связанные с тем когда и на каком этапе какие времена сменяли другие времена и вливались они в другие и в каком масштабе как решать эти проблемы без привлечения воздушных источников абсолютно невосдушных то есть просто на основе данных археологии поэтому археологи когда они занимаются атрибуцией тех или иных они тоже прилегают к восстанавливанию следующий подход это культурно-антропологический подход культурно-антропологический подход культурно-антропология вообще это наука которая занимается изучением социальных обществ как культурных обществ в том числе в историческом развитии она отличает в себя очень много разных мелких дисциплин к которым например относится культурно-антропологии я вам скажу примеры мне прощения привести примеры из практики я вам приведу пример как связана культурная антропология с восстанавливанием и насколько раньше у нас в Петербурге есть институт культурной антропологии который занимался культурной антропологии это институт культ-камер академический институт и этот институт в настоящий момент опять таки уже не на две трети а наверное на три четверти заполнен выпускниками не исторического факультета а восточного факультета и более того даже институт фотографии российской академии наук тоже принимает на работу с огромной с огромной радостью именно выпускников восточного факультета когда требуется изучать восточные народы той же россии у нас там поделено как бы один институт занимается народами России так вот востоковеды идут и туда и туда а в одном из этих институтов повторяю уже три четверти и нынешние культурно-антропологические исследования идут целиком и полностью с очень тесной ввязкой с восточными источниками и других долгателям и социальных институтов как высшая математика или как теоретическая физика то есть наиболее талантливее люди постограничили в лингвистику потому что это высокотеоретические взятия и поиски но сейчас наметился подход в лингвистике к поиску истории через язык это только давно верно у меня вышло множество работ которые восстанавливают историческое прошлое ушедших народов через изучение их языка в историческом развитии через анализ тех или иных заимствований тех или иных и тех или иных словах форм которые существовали на протяжении или появлялись на протяжении не тысячелетий тысячелетий может быть еще до нашей эры и на основании этого делаются исторические то есть это если иметь ввиду лингвистику нас должны интересовать тюрко-иранские изоглоссы или тюрко-монгольские или например тюрко-славянские хотя конечно и славянскую скромную должны интересовать славянские и тюркские изоглоссы то есть это не может быть однобогим подходом историческая география историческая это сложнейший материал восстанавливающих преимущества по восточным условиям дальше метагеография метагеография это политико-географические образы трудноводвивающиеся направления политико-географический образ как мы можем политико-географический образ Казахстана восстановить не обращаясь к восточным письменным источникам, к материалам теоретического стоковения, что такое политико-географический опыт, как воспринимает другой народ этот народ, что такое Казахстан в понимании иранцев, что такое Казахстан в понимании китайцев, индийцев, арабов, туров, русских, кого угодно. То есть мы должны, и эти представления о том, что та или иная страна является для другой страны, они являются текучими и меняются на протяжении очень многих времен. Опять-таки здесь возможность. Дальше, совсем и в другой области, геополитическая история, или геополитика, как правило, страдает во всем мире, начиная с Америки и включая Россию. Геополитические исследования и исследования внешней политики и внешних отношений страдают страшным образом, не учитывая востоковедение. Если не учитывая востоковедение. То есть, опять-таки, лучшие специалисты в геополитике, как правило, востоковедные. Потому что любые построения геополитические, без учета того материала, который дает востоковедение, они являются сколастическими, вымороченными. То есть, именно эта вымороченность, эта сколастика приводит к колоссальным ошибкам в геополитике, которые навевают. То есть, востоковедение здесь, и здесь играет огромный рот, если оно будет ушло. Дальше, история религий, идеологических учений. Этот аспект истории очень сильно, так сказать, рванул вперед в полсоветский период, безусловно, да, потому что в полсоветский период существовали некоторые ограничения на изучение религии, вплоть до того, что републикация восточных источников, например, религиозные пассажи, опускались при переводе или републикации восточных источников. И религиозные преамбулы, например, опускались, по-моему, просто это было абсолютное правило для того, чтобы опустить из мусульманских письменных источников вот эти все, что это было. Но это касалось не только мусульманских источников. Разумеется, когда подобного рода ограничения исчезли, и в полном соответствии с тем интересом к восточной религии, восточной философии, восточной мистике, которые существовали на заре Востоковения, если это за то, что это было, то, естественно, без восточных источников изучение религий и идеологических учений абсолютно невозможно. И, ну, по крайней мере, по части республиизации Казахстана, тут, по-моему, не просто такая акциома, которой никак не надо объяснять, почему необходимы восточные источники для изучения этого вопроса. Как происходила республикация. Это не значит, что только на основе теоретических работ можно это сделать. Конечно, можно применять и данные культурной антропологии, ангиотологии и так далее, и так далее. Дальше такая область, как евразистика. У нее не так много поклонников, как у намадистрики, кончервниковедения, но, тем не менее, евразистика – это наука, которая занимается над этническим характером интеграции. Это Казахстан в данном случае совершенно уникальная позиция занимает наряду с Россией, но не всей Россией, но с сибирской частью России. Это два таких очень крупных региона, которые являются самым сердцем в Евразии. И все те процессы, которые поднимают на вооружение евразийских, они все в Казахстане даже не могут быть дигнативными. Затем, та отрасль история, которая занимается диалогом цивилизации. Казахстан – это просто поле открытое для изучения диалога цивилизаций. В Казахстане происходит диалог всех цивилизаций. В Евразии, которая только есть, то есть цивилизации, в самых разных ключах, то, которые включают восточные, азианские, мусульманские или христианские цивилизации. Все цивилизации, их контакт и их диалог происходят на протяжении непосреднего времени, в протяжении тысячелетий, веков и тысячелетий происходит во всем мире в Казахстане в данном случае. И изучение этого диалога без методов применения с востоковедними не нужно. Таким образом, мы приходим к выводу, что в плане гуманитарного знания, особенно историй, Казахстан должен изучаться востоковеднием, в том числе классическим востоковеднием, то есть в той части востоковеднием, которая занимается изучением письменных послуг. Точно-как, 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 точно-как. Но изучение Казахстана должно происходить так же, с учетом того, что Казахстан – это не просто послок, а Казахстан – это колонизированный послок, это русифицированный. И точно так же это касается и многих других стран. Это точно так же алжирно в Казахстане, в соответствии с русифицированной колонии, а Инди является русибилитанской колонией, и никуда от этого не деться при изучении этих стран, потому что следы, так сказать, этого не существуют везде. Но, следовательно, полноценное изучение Казахстана невозможно без изучения колониализма вообще, и русского колониализма в частности. То есть колониализма, как, скажем, в плане новой истории, дополнительные изучения, например, британского русского колониализма, и так далее. То есть, в принципе, высоковедний лицезимал занимается, повторяю, не только древних зрителей, не только древнюю историю, то есть, то есть, древние губы, 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 губы и так далее. Занимается и новым древнением, мандернизационным периодом и на меньшем времени. И в этом смысле игнорировать этот момент не пойму можно нельзя. А раз изучается, раз... А историю колониализма вообще, это, опять-таки, возвращаемся к началу разговора, это вообще корень само восстоковедение, так как восстоковедение рождалось, как наука, так сказать, вспомогательная для колонизации. И, соответственно, в этом плане любое изучение любого колониализма аспекта найдет в сооткурс восстоковедение. Вот. Изучение... А? 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 Жанна задать вам вопрос. Вопросы? Конечно. Сейчас я уже заканчиваю. Нет, это просто такой у меня конспект. Я абсолютно, как сказать, согласна тем, что все, о чем я тут говорю, это не смыслый вопрос, который может быть. Сейчас оскорим и все, что угодно. Это просто мои мысли на этики. Они не... Это какая-то... Вот. А что касается истории русского колониализма, включая стратегии, так сказать, колониального развития России, или колониальную философию, например, или колониальную практику, невозможно, соответственно, без изучения России в целом. А этот момент... А история России в целом. А этот момент я почувствовала по пути этого стаковедения Казахстанского университета, этот момент ослаблен. То есть, истории России нет вообще в программе студентов на стаковеде. То есть, история России это абсурдствует как предмет. Как это вообще возможно? То есть, это можно объяснить только политикой момента и вот этим, так называемым, постголовняемым цедромом, постсоветским цедромом, который, конечно, должен быть преодолен. Иначе, так сказать, перспективы будут очень печальны. Вот. Но история России не только в военно-политическом плане, в плане непосредственного завоевания, да, например, Средней Азии и тех районов Казахстана, которые были завоеваны силой оружия. Но в плане вообще, теоретическом плане, территориального расширения России на Урал, сначала на Волг, но на Урал, на Сибирь, происходила колонизация районов Азии, которые в настоящий момент входят в Россию и остаются колониальной частью России. То есть, исходя из этого, Россия по-прежнему остается континентальной колониальной и колониальной веки. Правильно? Потому что это происходит. Конечно, это сейчас может не иметь такой, такой, так сказать, горячий, накал, такого не имеет. этот вопрос. Потому что, вы понимаете, что зовут и на Урале, и в Сибири, не осталось народу, который могут понять славу национальность и одиннадцать от Российской империи. Но, тем не менее, это было так. И в свое время колонизация, по крайней мере, северного Казахстана, западного Казахстана, северного Казахстана, происходило исключительно как в рамках колонизации Сибири. И только так и называлось. И вся территория Киргизской Сибири входила в конце девятнадцатого века в регион, который на всех картах и во всех праздниках назвался Азиатская Россия. И в этом, собственно, никак не отличалось. То есть, как оторвать, как сказать, изучение Казахстана от этого и сделать вид, что Казахстан имел какую-то особую историю в данном смысле нельзя. Поэтому необходимо изучение и самой России не только как западного европейского государства, но и как азиатского государства, частично азиатского государства. И, соответственно, этот момент никогда тоже не буду забывать. И полноценная исследовательность соответственно этих сторон российских стоит без привлечения восточных стощиков так же и невозможно. в год. Ну, и, наконец, последнее, это как ориентирование для вас подносились. Это то, с чем я, собственно, приехала. Я работаю на катере Центральной Азии Кавказа. У нас катеря Центральной Азии Кавказа была создана в 20 лет назад. То есть, после распада Советского Союза, когда Центральная Азиатская, как сейчас называют среднеазиатская часть Советского Союза, стала независимой. И, соответственно, была создана Декабина Центральной Азии Кавказа в рамках Восточного факультета. Абсолютной, так сказать, концептуальной установкой, которая принята на Восточном Кавказе является изучение Центральной Азии как единым ребенком, без какого-то какого-либо деления на Казахстан, 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 Казахстан. 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 То есть, как абсолютно один регион, который является объектом изучения на этой карте. И, соответственно, преподается на этой карте история, Центральная Азия, география, Центральная Азия, гипография, Центральная Азия, и так далее, китура, а не, соответственно, историка Кавказа, историка Казахстана, и так далее. В историческом плане это, безусловно, ну, конечно, когда речь заходит о событиях последних 20 лет, то, конечно, естественно, говорят о тех процессах, которые происходят отдельно в Дятом Государстве. Но в историческом плане естественно, речь не будет, а сейчас, поскольку тогда не существовало подобные границы, подобные шипнирования, то речь идет общее. Так вот, взгляд такой на Казахстан как абсолютно неразрывную, неотрывную часть вот этого более большего, по масштабам региона, на самом деле, регион Центральной Азии понимается ведь тоже по-разному, можно понимать просто как саргутных пяти стран, можно как шести стран, еще включая Афганистан, а можно на самом деле и сейчас это все больше и больше набирает обороты этот подход рассматривать Центральную Азию как гораздо более обширный регион, который по-разному называется, называют Greater Central Asia, то есть как бы Большая Центральная Азия, или называют Central Eurasia, то есть Центральная Евразия. И этот регион будет включать у себя и Поволжье, и Урал, и Сибирь, Алтай, и Монголию, и весь Западный, и Китай, и Тибет, и Пакистан, и Иран, и Кавказ. Понимаете, это будет очень большой регион, который, так сказать, и только когда, когда начинают рассматриваться очень многие вопросы вот в таком, как бы, большой такой, с большой, на большое расстояние, под большим таким фокусом, это очень многие вещи оказываются совершенно по-другому выглядят, чем тогда, когда они рассматриваются под точечным лучшим. Потому что они те же народы, народы, которые живут на территории тех или иных нынешних, тех или иных нынешних, государственных странных и так далее. То есть вот это тоже не нужно забывать, что изучение Центральной Азии как и в Казахстане, и в Казахстане тоже этот момент тоже является по-моему достаточно понятным. Поэтому любой подход, который бы ни был в изучении Казахстана, это экономия практически, социографическая, культурная, этнокультурная, или на социологический подход, любой подход к другому взят, он так или иначе будет смыкаться с востоковедением либо в теоретическом плане, либо в плане практического современия. И в этом смысле я буду заканчиваться, заканчиваю, так сказать, что ответ мой на этот вопрос да, да и только да. То есть Казахстан должен быть обязательно изучаем в рамках востоковедения как непосредственный ответ. выводить Казахстан из права востоковедения нет? Спасибо. Вопросы есть. Завтра лучше. В принципе, конечно, изучаем древнюю средневековую дефицит востоковедения он наглядно дает исследование. я занимаюсь я занимаюсь проблемами средневекового стояка. Потому что что я занимаюсь, я могу быть экспертом по проблемам средневекового стояка. Я являюсь как бы просто транслирую то, что получено из результатов востоковедческих исследований, передает информацию, которую получили востоковедения. Поэтому, допустим, изучать историю Казахстана без востоковедения, без названия восточных языков, это все равно, что, я как скажу, ничего не изучать. В любом случае, изучение истории Казахстана, а тем более истории древнего и любого периода, средневековой истории, оно, несомненно, первым требуемым ставит, конечно, название восточных языков. Потому что здесь я абсолютно согласен с взаимодействием, с ее посмотрим, что Казахстан, и история Казахстана – это часть востока. И изучать историю Казахстана нужно только в контексте проблем австоковедения. С помощью методов австоковедения, с помощью, так скажем, тех приемов, которые выработаны в этом направлении. Другое дело, конечно, мы можем говорить о проблемах 18-го, 19-го и 20-го, когда приобретают значения русские источники и европейские источники, другие сведения. Там мы можем, конечно, вот там, говорить о других аспектах, но здесь знание восточных языков, оно отходит на второй план. Ну, здесь казахстан, в общем, любой казахстанский историк, он является настолько редом, с одной, ну, если так, условно-депозицией, поскольку он знает один восточный язык уже больше. Это абсолютно абсолютно верно, потому что, но, повторяю, это та же самая проблема, как проблема с изучением казахского языка. Вот, я сюда приезла, да, и казахский язык, моя дочка, она пошла в школу изучать казахский язык, когда она родилась в России, здесь не жила в России, вот она пошла в школу, здесь не нужно изучать казахский язык. Чрезвычайно сложно. Почему? Потому что казахский язык в Казахстане преподается не как иностранный язык. То есть методология, вопрос о методологии. Методология преподавания казахского языка, это не преподавание иностранного языка. А непонятно что? То есть человек, так сказать, приходит в класс, и вместо того, чтобы научить ему его, как можно сказать, там, сядь, иди, дай, поиди, принеси, вы таких, да, научите его хотя бы десятку простых глаголов, вместо этого человека заставляют разбирать слово по составу. Где-нибудь, клофиксы, где-нибудь приставки, или делать звуковой разговорок. Оценка ставится звуковой разговорок слова. Чисто теоретические вещи. Конечно, на выходе ни один ученик не знает казахского языка. Ну, по крайней мере, на уровне пятого класса требуется, да, мою дочь. Потому что методология не верна. От методологии зависит всё. Точно так же и это. А, конечно, трудно отстраниться от того взгляда на казахский язык. Мне кажется, что, ну, так просто, пожалуйста, такой простой, кажется, носитель языка, что, вот, давайте теперь будем разбирать слово по звуковому составу. Это придаст, так сказать, теоретическому весу нашей науке. Но, хотя практическое восстановление требует, чтобы человека нужно сначала научить говорить. Причём самые элементарные вещи. Без всякого знания этих германий. Просто, вот, элементарных фразов. А потом только можно потихоньку, потихоньку говорить, что бывает подлижайшая история. И то можно и не обязательно. Вот. То есть, и именно то же самое касается и истории. Потому что для изучения истории всегда нужен немножко взгляд со стороны. Взгляд со стороны не только потому, что любой взгляд со стороны оказывается более активным. А и потому, что он позволяет увидеть существенное зерно в том или ином. Вот есть какие-то вещи, да, опять-таки связанные с культурно-антропологией, про которую я говорила. Это область традиций, обычаев, традиций и так далее. Для человека, который вырос в казахской среде, для казаха, его обычаи и традиции, это для него, как его, так сказать, самая непосредственная, с кем он живёт и так далее. Он не знает, так сказать, теоретически, с чем это связано и откуда это взялось. Только человек со стороны может сказать и подсказать, что этот или тот обычай имеет какое-то происхождение. Связан с этим, с таким-то, сопоставить это с другими народами и объяснить, так сказать, откуда идут те или иные представления, в какой момент эти представления возникли, являются ли они хаическими и незаимствованы, как они связаны с тем или иным, скажем так далее. Потому что масса есть вещей, которые являются, ну это всё равно, что каждый из нас дышит. Но медик объясняет нам, как и почему-то пишут. Такое сделано. Можно, да? Я думаю, вы знакомы с такой книгой Никола Дипосма «Вревний Китай и его враги». Нет. А, нет? Да. Ну, я хотела бы узнать, собираются ли перевести на русский язык в Петербурге вот эту книгу? А во-вторых, вот те, кто… ну я не могу эту книгу найти. Те, кто ее прочитала, говорят, что Дипосма выдвигает такую теорию, что овидную зону, вот с тяжелыми условиями для человека, да, занимали более слабые этносы. Вот как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, вы знакомы с этой книгой. Я не знакома, но я могу сказать, что… Слабая, слабая этнос. Кочевники на протяжении тысячелетий владели ей играть. И в том числе они господствовали во всех кассетных, во многих кассетных зонах, в том числе и в самом Китаре. По крайней мере, несколько десятилетий веков. И что тогда называть слабостью? Вот. Потом нельзя сказать, что одна… опять-таки нельзя говорить, что одна цивилизация является более… Конечно, у культурных антропологов есть свой недостаток. Их культурных антропологов, вообще для культурных антропологов нет разницы между китайцами и племенами Амазонки. Да? То есть вот китайцы с их философией, их историей, там, трехтысячелетней, и племя для Амазонки для культурных антропологов одно и то же. То есть в этом смысле они не делят, они не говорят, что китайцы более развитые и более сильные, а это племя Амазонки, где может быть 200 человек, оно слабое. Вот. То есть то и другое – это вот культурная группа, которая изучается в культурном антропологии. Но с цивилизациями, в принципе, примерно то же самое. Нельзя сказать, что кочевая цивилизация слабая. В какой-то момент, по сравнению, скажем, с соседной, то есть китайской цивилизацией или с Назурманской цивилизацией, при непосредственных военных столкновениях, как правило, кочевники, наоборот, побеждали. Вот. Помимо всех известных примеров, я могу привести пример с… Сечек. Да. Или, например, пример совсем недавней эпохи, может быть, один из последних таких кочевых народов – это пуштун. Все-таки это не тринадцатый век, не одиннадцатый век, а это уже восемнадцатый век. Это одна из последних этих вот империй – пуштунская империя, государственная Дер-Дурани. Так вот, пуштун – небольшими отрядами в 200-300 человек, всадников, они завоевывали густонаселенные индийские города. Которые были с огромным числом жителей, казалось бы, с такой прочной и давней цивилизацией и так далее. Но в данном случае все жители явно демонстрируют свою славу. У меня вопрос от партнера. Вообще, вот это, по-моему, в институте, что ты полагали, что это все-таки отголоски того идеологического фронтира. Все-таки восстоковедение для вас это восстоковедение, я не понимаю, но, хотя, как вы сказали, вы бы сама не можете себя изучать, это традиционно. Для нас восстоковедение все-таки другая. Если с точки зрения географии рассмотреть, мы восстоковедение, и вот даже в изменении того, что даже в институте восстоковедения у нас это название некорректно. У нас это всемирная история, у нас все учествует. Насколько, вот если понятительно, так и говоря, в институте восстоковедение рассмотреть, насколько вот эта проблема, сопровождение, если вы этого делали, изменения, это не понимается ли вообще, пересматриваясь. Вы же так не случайно сказать, что все-таки само восстоковедение, то есть вполне некорректно. Конечно, но я ведь с самого начала как сказала, что у восстоковедения несколько источников. Несколько источников, а? Один источник только? Один, но только один источник, ну, конечно, важный. Начальник. Не начальник, а это практическое. Вот практическое восстоковедение, оно сохранялось, а вот, например, в институте, да, его этот аспект сохраняется. Ну, практическое восстоковедение, оно, извините, необходимо и для самих востоковеденных стран, потому что, ну, кто же, скажем, в Китае, в Китае сюда вызвать админамский, да, или корейский для того, чтобы общаться с ними, не имея в виду, может быть, и колонять, и колонять, но это не важно, что как раз таки в сохранении термина восстоковедения оправдано, потому что восток другой, восток другой, восток не может идти, вернее, не то, что не может, но были попытки вписать восток вот в рамки схематической западной истории. И они оказались тщетными, неправильными, неудачными. Вот, может быть, история докажется обратной через несколько веков, и мы увидим полную конвергенцию всего человечества, и все будут, и вы не отличите восточной стране от западной, но по состоянию на 2013 год восток остается востоком. Вот, неважно, сидите вы внутри этого востока или смотрите на его страны. Восток – это не запад. Спасибо. Вопрос, если есть, пожалуйста. Вот, мне не просто интересовал такой вопрос. Восточный Советский Союз – это учреждение образования. Но у него, по крайней мере, на тот период, который я знал, очень высокий уровень научных исследований. Значит, чем это происходит? Чем это происходит? Ну, вообще… И если вы не садитесь с той ситуацией, которая сейчас в основном востоковедении… Ну, сейчас тоже называется… Восточный факультет Петербургского университета. В этом плане заведомо отстает от Запада этого университета. Потому что на Западе не существует… В Европе не существует… Америке не существует… Академической системы. По-моему, только один из стран, кажется, во Франции есть. Но во Франции вот эта техническая системы есть. Но в подавляющем большинстве западных стран… Это вся наука сосредоточена в университетах. Или в каких-то специализированных институтах при университетах. Как, например, вот СУАЗ. СУАЗ находится непосредственно при университете. И, соответственно, университет, то есть преподавание, оно легко может совмещать научную работу с преподаванием. Более того, в хороших вузах студенты и магистранты вовлекаются в научные исследования с самого начала. И работы, скажем, начиная с третьего курса, публикуются и являются, собственно, достаточно полноценными научными исследованиями. То есть они большие темы, но они уже являются. То есть они не являются уже заведомо ученическими. И в этом смысле очень часто бывает, что профессатура вовлекает студентов в свои проекты, которые иногда в свои проекты как участников. И они выполняют непосредственно научную работу еще в студенческие годы. И, соответственно, это не является чем-то необычным. Я не буду говорить о том, что это связано с каким-нибудь более высоким уровнем. Потому что уровень, повторяю, и в Петербургском университете упал по сравнению с теми временами, когда я, например, учет в 30 лет назад. И упал заметно. То есть в том числе это касается и научной работы, и уровня аспиранта. И это связано со многими вещами, вообще это связано со мной вещами, нищетой востоковедной науки, экономической, и тем, что они не могут туда идти, не могут позволить себя заниматься наукой, вынуждены идти с ароматами людей, которые были в детстве. Это единственная причина, по которой умы уходят из востоковедения, не занимаются этим. То есть если бы востоковедные исследования должным образом хорошо оплачивались, то и российские востоковедения не имеют в таком плачевом состоянии. И казахстанские это тоже могло бы развиваться. Что касается Казахского университета, то я видела несколько дипломных работ. Они находятся дипломной работой, которые были написаны на уровне работ первого сместа. Я не знаю. То есть это заниженные требования преподавателей, может быть это что, я не знаю. В частности, я видела работу по эргонистике. Там работа, которая была мне показана в качестве простого. В качестве простого работы там был переведен бессылок и рамственный учебник для четвертого класса, в соответствующей странице про этот день. И это считалось, что человек перевел с персетского языка. Что перевел? Человек не для четвертого класса? Пожалуйста. Любой студент на первом курсе переведет за учебник четвертого класса. Пожалуйста. Это надо спросить. Вы не заинтересовались? Нет. Я этим интересовалась. Ну, по крайней мере, я говорю, что меня интересуют вопрос именно из разговоров с преподавателями. Я не знакома с людьми. Но на фунте Востоковедния я там пообщалась с людьми. И, конечно, вы понимаете, по пути Востоковедния выглядит жалко, потому что это просто курсы по изучению некоторых восточных языков. И все. То есть все эти вещи, о которых я тут говорю, культурная антропология, историческая этнология, или там и так далее, этого ничего там нет. История фактически не изучается. То есть все, чему научают студентов, это немножко говорить на восточных языках. Причем используют для первых носителей языка, а вторых на год всех отправляют в страны. А что такое, так сказать, носитель языка? Я уже вот говорила про преподавание казахского языка. Казахский язык надо преподавать как иностранный. Казахский язык для русских детей в русской школе должен преподавать русский человек, выучивший казахский язык. Понимаете? Только тогда будет эффект. Он должен понимать сам, какие трудности есть в изучении казахского языка. И тогда он может преподать это. Носитель языка не может объяснить, почему это так, а не иначе. Носитель, который научен методике преподавания, как иностранный язык, и который полностью забывает о том, что он носитель, и ведет себя как филолог. Тогда будет эффект. А здесь носители преподают язык. Носители преподают язык. И что у носителей? Грант, анарабы, китайцы не ходят. Но они преподают язык. А с этого никакого толка нет. А на сколько детских контактов у вас с институтом института? Видели? Контакты там вообще существуют. Но у нас, наверное, не существует, судя по уровню. Вы говорите, был при работе. Да, я думаю, что контактов не существует, но, может быть, они есть, потому что людям же надо, тебе потом трудно устраиваться. Вот. Что касается Питера, то там существует два общего антагонизма больших. Один антагонизм – это Академия и университет, а второй антагонизм – это Питер и Москва. Вот эти два антагонизма, они существуют всегда, и они так или иначе влияют. Начинает, вот студент в 17 лет попадает, сейчас он попадает, он уже попадает внутрь этих двух антагонизм. То есть, скажем, Питерская востоковедная школа – это ориентированное фронтическое востоковедение. Тогда это фронтовское, конечно, не практическое, так как они находятся и при спецшлужбах, и при дипломатах, и при военных, они находятся там, и они обслуживают интересы фронтического востоковедения, включая внешнегеополитические и другие внешнеполитические корпусы и так далее. И у них подходы, конечно, другие. Питер в этом смысле находится в очень привилегированном положении. То есть, может себе позволить заниматься теоретической наукой, такими классическими исследованиями и так далее, и так далее. То есть, если бы это хорошо оплачивалось, то было бы, конечно, еще лучше. Что касается организма ВИД-академии и университета, то он тоже существует, вплоть до того, что факультет, руководство факультета на протяжении многих десятилетий, и, как правило, это еще завязано на личные, личные продукты, личные споры, да, субъективный фактор. Вот. Очень многие выдающиеся ученые, работавшие на институте востоковедения, не имели возможности преподавать. Их просто отстраняли, не допускали преподавания на воздушных акулитетях. И так далее. На воздушных акулитетях, например, на многих позициях были выдвиженцы, так сказать, недалеко не самые блестящие. И, соответственно, падал уровень преподавания, падал и так далее, могут быть совершенно другими. Вот. И в этом смысле там создавались альтернативные проекты. создавались два восточных института, таких, ну, коммерческих, можно сказать. Один из которых, например, работал в 90-х годах. Целиком, полностью, буквально, укомплектован докторами наук из института востоковедения, которые получили счастливую возможность преподавать, которые они ждали всю жизнь, и они могли делиться своими знаниями. Ну, к сожалению, этот институт, так сказать, это, ну, все вот отношения просто к частным вузам, он, конечно, долго не протестовал, и сейчас тоже превратился просто в курс и восхищенцы. Вот. А на уровне 90-х годов это был, конечно, просто такой цвет, когда люди, там, уровня, не знаю, меньших, дающиеся какие-то нервы. Да. Нервная физическая физическая физическая. Да, все преподавали, там, и древнюю историю, и средневековую историю, и философию, и религию. То есть это был, конечно, такой очень пример. То есть если представить себе, что вот эти вот лучшие умы института востоковедения могли бы свободно преподавать на Восточном факультете, где существует штатная система, то, конечно, такого падения не произошло. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Нет. Нет вопросов. Я думаю, мы достаточно интересно содержать такое. Ну, и напоследок, если позвольте, мы вас, наверное, не только ученым, но и как-то достаточно успешно состоявшиеся по этой СССР. Я много поинтересовался уже. И вот если вот эту СССР немного сделать, чем вам особенно это интересно у вас? Такое, скажем, такое стезе? И что-нибудь из последнего такое, раз мы завершим? Нет. 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 Спасибо. Я не рассказываю, да я… Ну, это никак не связано с боговестным, это никак не связано с одной стороны моей жизни. Я процитирую не себя, а другого поэта Вознесенского, он говорил, «Стихи не пишутся, случаются, как солнце или же закат. Душа слепая соучастница не написал, случилось так». То есть стихи не пишутся, случаются. Невозможно объяснить, почему ты пишешь стихи. То есть либо ты пишешь, либо ты не пишешь. Ты не можешь написать их целый год, а потом написать сразу 10 за один месяц. Это будет просто зависеть от твоего психологического состояния. То есть объяснить, почему ты этим занималась. У человека вы выбрали такую стихи. Это невозможно, потому что это абсолютно... Я не знаю, это... У меня это было с подросткового возраста, и я... Да, это был такой способ реакции на миру и на проблемы мира. Постепенно это стало привычки. Спасибо. Спасибо. Да, если нет вопросов, то можно поблагодарить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.